Еще одна моя новинка из раздела декоративной косметики, это вот такая вот палочка-воручалочка от марки Bobby Brown. Это Instant Confident Stick, это вот такой вот стик, это фактически фотошоп в палочке, фотошоп у вас в кармане, потому что вот такая вот малышка, это новинка, это один из последних продуктов от марки Bobby Brown, появившихся на рынке. Мы его открываем, и дальше у нас вот такая вот беленькая штучка, которую мы можем использовать. Первое, для того, чтобы прям вот в буквальном смысле на вашем лице затереть морщинку, несовершенство, зона с расширенными порами, какой-то прыщик, он не только визуально выравнивает и, собственно, убирает, как бы действительно стирая то несовершенство, над которым вы работаете, он еще и замечательным способом сглаживает рельеф кожи, если у вас есть какие-то небольшие высыпания, достаточно объемные, которые вот под углом будут видны в вашем макияже, то если вы данную зону сначала обработаете данным стиком, а потом уже нанесете макияж, то они будут значительно менее заметны. Также данный стик не закупоривает поры, он очень хорошо работает с вашей кожей, и вот что, кстати, важно как раз для обладательниц жирной кожи и комбинированной, потому что если мы начинаем говорить о порах, если мы работаем с порами и наносим на эту зону какое-то средство, которое наши поры будет очень активно забивать и закупоривать, то мы получим короткосрочный эффект эстетический, но в долгосрочной перспективе мы получим активизацию высыпаний, и в данной зоне, скорее всего, у вас хочет какой-нибудь очень неприятный прыщик. Вот подобное средство поры не забивает, оно является не комедогеном, очень рекомендую обратить на него внимание, это вот действительно, наверное, такой абсолютный мастхев для любой косметички, для косметички любой женщины. Также, да, этим средством можно пользоваться для стирания вот этих вот замечательных гусиных лапок на ваших глазках, то есть вот любые несовершенства, любые проблемы, которые у вас на вашей коже есть, и вам их хочется вот подкорректировать, то есть взять ластик и стереть, вот это вот тот самый волшебный ластик, он стоит достаточно недешево, но, как мне сказали консультанты марки, у него действительно очень-очень маленький расход, вот он очень экономичный, и хватит вам вот данного стика на достаточно длительный период времени, и вы будете с удовольствием им пользоваться, и получать удовольствие, и радоваться от того, что вы в жизни так же идеальны, как и на ваших фотографиях. И последнее средство, о котором бы хотелось рассказать из разряда декоративной косметики, это средства от марки Кика, вот такие вот, с маркой Кика я тоже познакомилась совсем недавно, с маркой Кика я познакомилась во время своей поездки по Италии, я пыталась вам снять видео в корнере марки Кика, но, к сожалению, мне не разрешились там снимать, и в марке Кика у меня появились любимчики, я, конечно, действительно не стала дублировать те продукты, которые у меня и так уже есть в других марках, поэтому в марке Кика я пыталась найти какие-то такие продукты, какие-то такие штучки, которых у меня еще нету, и вы знаете, я их действительно нашла. Первое, это вот такой вот Lip Scrub, это такая вот туба, очень похожая на гигиеническую помаду от марки Кика, но это не гигиеническая помада, это вот такая вот очень приятная, розового цвета, перламутровенькая, кругленькая, это скраб для губ, ухаживающий с легкими абразивными частичками, которые вы также как гигиеническую помаду, собственно, наносите на ваши губки массирующими движениями, массируете, 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 и потом убираете либо бумажной салфеткой, либо смываете водой, можно, конечно, по старинке тереть губки зубной щеткой для того, чтобы убрать все омертвевшие частички, все шелушки и так далее, а можно воспользоваться вот таким вот скрабом для губ от марки Кика, и чувствует себя девочка-девочка, прям очень такой вот женский гаджет, по-моему, очень симпатичный и стоит, честно говоря, каких-то вот вполне так себе внятных денег. И еще один продукт от марки Кика, о котором бы мне хотелось вам рассказать, это вот такие вот Baked Blush, это запеченные румяна Desert Dunes Treo в оттенке 01, в моем случае Last Coral. Данные румяна я не покупала, данные румяна мне достались в качестве подарка в моей сумочке с подарками на Крыгина Beauty Day. Я очень обрадовалась, потому что мне идеально подошел оттенок, это как раз вот тот самый тепло-коралловый, который идеально подходит моему цвета типу. Он состоит из трех оттенков, верхний более розовый, центральный он такой бежевый, и нижний вот этот вот оттенок, это такой вот немножко завядшая розочка, он такой вот более жухлый, что ли. И вы, соответственно, можете использовать данные румяна как по отдельности, так и смешивая все три оттенка. Очень приятно пахнут, они имеют легкий-легкий шиммер в составе, немножечко, совсем чуть-чуть перламутренкий, и, в принципе, как пудровые румяна, они очень-очень неплохие, и при нанесении дают очень приятный, естественный, как для осени, в принципе, так и для весны, такой вот очень приятный оттенок, очень приятное сияние на ваших яблочках. Ну, честно говоря, все-таки вот из-за вот этой вот нижней гаммы, я думаю, что данные румяна для осени и зимы подойдут несколько больше, нежели для весны, хотя тут все тоже очень индивидуально, все зависит от вашего цвета типа, от того, какую одежду, какой образ вы выбираете для себя на сегодня. И последний продукт, о котором бы мне хотелось вам сегодня рассказать, это также продукт от марки KIKO, это кисть. Кистей для макияжа у меня также достаточно много, и найти что-то совсем необычное, для меня сейчас является большой-большой проблемой, но вот мимо этой штуки я пройти не могла. Это новинка от марки KIKO, я не знаю, появились ли уже данные кисточки в России, но в Италии они уже определенно появились. Это кисточка синтетическая, кисточка двухсторонняя для контуринга, и также я думаю, что ее очень классно использовать для консилера. Вот эта вот часть, которая вот такая вот более шейпед, что называется вот с такой вот формы, ее очень классно использовать для растушевки консилера в зоне вокруг глазок, вокруг носика, а вот эта вот такая часть более плоская, ей очень классно наносить контуринг жидкий, и его, соответственно, вот растушевывать и распределять, и очень классно делать коррекцию носика. Вот, соответственно, вот такая вот синтетическая кисть от марки KIKO, двухсторонняя для кремовых текстур, соответственно, это консилер, и контур, который кремовый. Опять же, не пудровый, потому что для пудровых текстур у нас лучше всего работают кисти с натуральным воском. Я очень надеюсь, что данная информация была для вас полезна. Я к своему стыду все-таки должна признать, что я маньяк-шопоголик, и пройти мимо каких-то таких вот волшебных штучек, коробочек и новых мазюкалок я совсем равнодушно не могу. Поэтому наш блог будет продолжаться, не переживайте, я в ближайшее время никуда не собираюсь пропадать, и я, наоборот, буду стараться радовать вас какими-то новыми находками, новой информацией, буду делиться с вами своими впечатлениями от использования тех или иных продуктов. Если вам нравится данное видео, ставьте пальчики вверх, пишите комментарии внизу, если у вас появились вопросы. Если вы еще не являетесь подписчиком моего канала, скорее подписывайтесь на мой канал, вот, еще раз ссылочка. Спасибо большое, что остаетесь со мной, спасибо большое, что смотрите мои видео, мне правда безумно-безумно приятно. Ухаживайте, пожалуйста, за собой, будьте, пожалуйста, красивыми, и до скорых встреч, пока-пока-пока.